В рассудительности воздержания. Я уже сказал, что цель моя и мое огромное желание, чтобы наша церковь была украшена плодами. И это не только мое желание, но это Божья цель. И эта цель у меня, у нас не случайная. Очень хочется, я надеюсь, и вам это хочется, чтобы взаимоотношения между людьми были здоровыми, чтобы в семьях было уютно, все по любви и от души. Я надеюсь, вы тоже этого желаете. И Бог желает, чтобы этим всем обладал народ Божий. Вы знаете, что один пастырь давал наставления молодым, он как бы дал им совет, говорит, если у вас возникнет какое-то напряжение в доме, в семье, то ты или она просто ничего не предпринимайте, не делайте никаких, не разжигайте ссору, а просто выйди на свежий воздух, походи немножко, успокойся, а потом приходи домой. И так вы сможете хорошо строить свою жизнь. Ну, я говорю, через лет пять он встретил, мужа и спрашивает, ну как дела, как жизнь семейная проходит. Он говорит, хорошо, слава Богу. А если можно чуть больше? Часто бываю на свежем воздухе. Почему это бывает? Я думаю, что вы поняли. Потому что чего-то в нашей жизни не хватает. Чего-то в нашей жизни не хватает. Хотя кое-что вы слышали из того, что я сейчас говорю, но это жизненно важно. Это просто актуально для нас. И Библия на этот счет говорит нам следующее. Второе послание Петра, первая глава. И вы можете читать вместе со мной с пятого стиха. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей, в добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание. Как вы поняли, что воздержание – это плод духа. И это то, что мы должны иметь в практической жизни. То вы, прилагая, то есть вы, я и вы, прилагая к тому, что вы уже имеете все, не чуть-чуть, но все ваше старание, покажите в вере вашей, что вы действительно христиане. Вы должны этим обладать. А дальше – семь ступеней развития христианского характера. А дальше идет речь о том, что мы должны делать, когда мы уверовали в Бога и покаялись. Что мы должны делать после того, как мы пришли в церковь и приняли водное крещение. Неужели это все? Библия говорит, что нет. То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей, почему это важно. Потому что хороший характер – это богатство на всю вашу жизнь. это огромное богатство. Поэтому, если вы рождены свыше, если вы крещены Духом Святым, это также и к вам относится, это относится ко мне, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей. Покажите в вере вашей. Почему это важно иметь? Почему к этому важно стремиться? Почему важно не стоять на месте? Потому что следующий стих, я хочу, чтобы вы услышали, это прищи 15-24, там есть написано так. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней, которая внизу. Вы верите, что внизу преисподней? Поэтому путь мудрого, куда должен быть устремлен? Вверх. Вы можете сделать самооценку. Ваша духовная жизнь поднимается вверх или опускается вниз. Я отвечу за вас. Большинство думает, что ну так, нормально, средне, на месте. Но так не бывает. Человек или поднимается, или же он падает. Мудрость есть в том, чтобы подниматься вверх. Поэтому, если, например, добрым человеком может быть и невоздержанный человек, но если вы достаточно добры, вы должны обладать, приобретать новые плоды для Царства Божьего. Сам Бог в этом заинтересован, и Он призывает нас к этому. То есть, в рассудительности воздержания такое состояние, когда человек должен показать себя уже истинным учеником Иисуса Христа. Вы знаете, что плод важно проявить, во время благопотребное. Например, вот сейчас вам не требуется, от вас не требуется никакого терпения, чтобы слушать меня. Знаете почему? Потому что я только начал. Но если я около часа буду проповедовать, надо уже включать плод Духа. Не плоть, а плод Духа. То есть, уже надо терпеть. Иногда это надо. Даже в церковных собраниях. Но самая важная моя мысль, говорит, что плоды необходимо проявить во времена благопотребные, во время посещения. То есть, мы можем терпеть, когда нет необходимости в этом. Но у нас ее не хватает, когда пришло время, чтобы этот плод явить. Поэтому Бог работает над нами. Слава Богу за все это. Проблема в том, что многие христиане затормозили в своем духовном росте, потому что не научились воздержанию и терпению. Там написано, покажите вере вашей. И вначале там что идет? Добродетель. Рассудительности иногда хватает. Но с воздержанием иногда бывают проблемы. Даже если это к вам не относится. Просто бывает у человека с этим проблемы. Что такое воздержание? Воздержание – это способность. Это способность при любых обстоятельствах, при любом отношении контролировать свои мысли, свои эмоции, аппетиты, желания и действия. Это способность. И эту способность мы должны взращивать, приобретать. Мы должны контролировать наши аппетиты и наши эмоции, иначе они будут контролировать нас. А это уже очень серьезно. В добросудительности – воздержание. воздержание – это держать или держаться от чего-то подальше. Стать в сторону, отойти, не сделать или не сказать. Воздержание – это такое состояние, когда вот гнев гнев поднимается внутри человека. А надо ничего при этом не сказать. Воздержание – это такое состояние, когда уже слова сами вырываются наружу. А ты должен просто сидеть спокойно и молчать. Безусловно, это непростое занятие. И не во всех получается. Но послушайте, если человек не имеет вот этого плода, дьявол может играть с этим человеком как с марионеткой. То есть, можно сказать, другими словами, дьявол может издеваться над нами. Например, вам портили настроение когда-нибудь? Или, другими словами, вам вообще легко испортить настроение? Для некоторых это просто изи. Вот так, раз и не стало. Ни улыбки, ни настроения. И вот весь день пропал. А почему он пропал? Виновны не они тебе решать, испортят тебе отношения или нет, или твое настроение. То есть, те, которые портят настроение, они были и будут. Чем дальше, тем больше. Мы живем, как-никак, в последнее время. Но будут всегда люди, которые будут оплодать плодами духа, которые будут отражать эти атаки, которые будут привлекательны для других, которые будут притягивать к себе как магнит, которые будут способны строить здоровые взаимоотношения в своей жизни. Вы знаете, что написано в Библии? Плод же духа, любовь, радость, милосердие и так дальше. Как люди вот этот стих читают или как они относятся? Многие решают так. Да, радость у меня есть, слава Богу. Вот других нет, а у меня есть. с воздержанием проблема, но даст Бог когда-нибудь получится. Но что для меня интересно, что здесь написано плод духа в единственном числе. То есть, если в человека присутствует радость, то там будет его сдержание, там будет и мир, потому что это уже результат работы духа святого над сердцем человека. Просто, знаете, радость можно явить, когда ее и нету. показать другим, что я вроде бы счастлив, а вот воздержание подстроить, подработать невозможно, потому что радоваться, ну, радоваться хорошо во все времена нашей жизни, но обычно мы пытаемся это являть тогда, когда усилий особых от человека не требуется. Но чтобы быть воздержанным человеком, я еще раз повторяю, это результат особых усилий при участии и с помощью Духа Святого, когда мы общаемся с Богом вечным и живым. Трудно представить, какой бы был мир, современный мир, в котором вы живете, если бы люди были воздержаны. не было никаких бы войн, никаких бы напряжений, никаких бы разборок, никаких бы разводов, разве это не чудесно? Слава Иисусу, скажите! Итак, воздержанный человек – это человек, не предающийся излиществам в пище и чувствительным удовольствием. То есть, это умеренный человек. Даже больше то хорошо умеренность, но воздержание лучше. И когда человек этим живет, он служит благословением. Это воздержанный человек, это организованный человек. Воздержанный человек – это человек, который подтвержен серьезной дисциплине. То есть, послушайте, само желание каким-то удовольствием что-то иметь, это неплохо, но нет ничего хуже неконтролируемых желаний. Библия говорит, поставь все под контроль. Живи так, как говорит Слово Божие и Библия. Почему так стоит жить? Потому что в Библии написано не насытится ухослышанием и окозрением. Если угождать самому себе, если искать чувствительных удовольствий, например, путешествия по миру, вы можете увидеть многие страны и народы, но у вас никогда не прозвучит вот это слово достаточно. Я уже многое увидел. Наоборот, аппетиты ваши от этого увиденного только возрастут. Я не говорю сегодня, что это не надо делать, но я говорю о том, как вместе с вами, с помощью Божьей, мы бы смогли укротить свои желания и научились, и имели этот прекрасный плод, который я называю воздержание. Проверьте себя и свое окружение. почему это важно? Потому что в Библии написано, что есть таковые люди, они могут встретиться на вашем пути, у которых написано таковых удаляйся. таковых непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра. я читаю это, потому что здесь говорится о том, что люди будут невоздержанные, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся таковых удаляйся. Почему это написано? Почему я вам сказал, проверь себя и свое окружение? Потому что если вы общаетесь с невоздержанным человеком, вы будете через время похожими на него, вы станете таким же человеком. Если, например, вы имеете семью, например, но в доме своем разговариваете на повышенных тонах, вы переживаете за детей и пытаетесь и собираетесь их воспитывать, но вы невоздержаны. Я вам должен что-то важное сказать. Вы уже воспитываете ваших детей, хотя вы только собираетесь это делать. Причем в худшем варианте, который возможен для них. Воздержание. Это очень серьезно. Не надо думать, что если вашему малышу три года, он ничего не понимает. он понимает. Он понимает больше, чем мы иногда думаем. И наш личный пример, это можно сказать, одна из самых составных частей в плане воспитания будущего поколения. Там, где в доме все спокойно и дети будут спокойны. воздержание. Если в вашем окружении вы встречаете подобные ситуации, написано, что это, можно сказать, будет проблема последнего времени, но это не должно захватывать церковь. это то, что мы не должны встречать в нашей практической жизни. Легко что-то делать, например, славить Бога, но суть христианства состоит в том, когда тебя о чем-то попросили, или суть, когда тебе сделали замечание. Вот после этого, каким будет твое прославление, это уже зависит от состояния нашего сердца. Господи, помоги нам так жить. В чем необходимо воздержание? Давайте я хочу, чтобы вы увидели сейчас, в чем необходимо воздержание? Первое, это в разговорах и словах. Это одно из самых трудных явлений, но это то, чем нам необходимо жить, в разговорах и словах. В разговорах и словах. Библия говорит об этом так, читаем вместе, ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык своего зла и уста своих лукавых речей. Вы любите жизнь. Я знаю, что вы любите, я знаю, что вы желаете жить хорошо и хочет видеть добрые дни. Я не знаю, как проходит ваша жизнь, но если вы хотите, чтобы она была во благе, в добре, то это нисколько зависит от материальных приобретений, сколько зависит от ваших взаимоотношений. если мало добра, значит мало плодов духа, мало воздержания. Мы думаем, почему это так происходит в моей жизни? Потому что Бог желает провести нашу жизнь в совершенный порядок. Итак, ибо кто любит жизнь, я не могу не отнести это к себе. Мы любим жизнь, ибо кто любит жизнь, желает видеть добрые дни, тот удерживает язык своего зла, и устас лукавых речей. Зло и лукавство должно отсутствовать в нашей жизни. Почему? Потому что Библия говорит, все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот каков человек? Совершенный. Мы это совершенство ищем везде. Нам хочется, чтобы собрания были совершенные. Музыканты, певцы, проповедники, пастыря, чтобы никто не опаздывал в церковь. Я знаю, что это вам хочется. Мы недавно делали опрос, из 25 человек, где-то 15 написали, что надо повышать дисциплину. Я был удивлен, но мне было интересно знать, если бы я каждый, кто это написал, начал приводить к порядку. Мне интересно было бы увидеть их реакцию. То есть, мы не против дисциплины по отношению к другим, но мы это не очень спешим относить к себе. Но когда я буду дисциплинированный, то и общество вокруг меня будет меняться. Если я как пастырь буду опаздывать, то почему я должен удивляться, что вся церковь опаздывает? Ну а если я не опаздываю, то есть надежда, что они потянутся. Слава Богу! Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. То есть, если я воздерживаюсь в одних областях, я буду способен воздерживаться и в других. Если у меня в одном нет воздержания, то нету и во втором, и в третьем, и в четвертом, и в пятом. Все. Но если вы хотите иметь совершенное совершенство, если вы хотите видеть совершенство в христианстве, то вы должны воздерживаться в ваших разговорах и словах. Я говорю, что проблема наша в том, что когда надо говорить, мы молчим, а когда надо молчать, мы хорошо и много говорим. Но слава Богу, что Бог желает что-то менять в нашей жизни, мы должны написано оставить начатки учения и спешить куда? К совершенству. К совершенству. Поэтому воздержание нам жизненно необходимо. Это такой человек, ты на него хоть стреляй, а он будет невозмутимый. Таковым именно был Христос. Поэтому, например, если вы бросите камень в океан, океан не возмутится. А если бросите в лужу, там будет много грязи, вся вода в луже возмутится. Все зависит, что я из себя представляю. Если я как океан полный Божьей любви, то туда хоть палкой, хоть камнем результат будет один и тот же. Но если я просто лужа, там написано, когда Бог вводил пророка в поток Божий, то там написано за эти лужи. Это оставлено для соли. Когда будет осоление, то там будут какие-то изменения в этих лужах. Но сегодня Бог желает, чтобы мы обратили внимание на свое состояние пред Богом. Слово Божие это зеркало для нашей души. Слава Богу за это зеркало. Второе, в чем мы должны иметь, в чем необходим воздержание, это в пище и в одежде. В пище и в одежде. Вы готовы сказать аминь? Давайте почитаем Библию. Написано смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались. Отягчались. Что это значит? Пришел в церковь и тяжело сидеть. Вы почувствуете разницу собрания на 3 часа, на 2 часа и на 11? В чем я вижу разницу главную? Что до 3 часов или до 2 в основном все вы успевали хорошо покушать? А потом конечно тяжело не только слушать, но сидеть даже трудно. Вы отягчены. А вот когда приходишь утром ничего не покушал, то как-то и молиться легче. Возьмите для себя этот урок. И если вы например не покушали до 11 вы не умрете. Но служение для вас будет лучше если даже вы сидите на последней скамейке. Почему? Потому что вас ничто не тянет вниз. а дух ваш восторгается к Богу. Слава Иисусу! Аллилуйя! Смотрите же за собою. Не надо смотреть за другими. Смотрите за собою. Чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами и житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. Человек так расслабился. Что все пришло в его жизнь неожиданно. Сегодня вы можете встретить вот такие группы, которые будут целыми днями говорить о здоровой пищи. Что полезно, что не полезно. Слушайте, я хотел бы встречать вот такие группы, которые говорят, как оздоровить наш дух, как питать наш дух. Это несравненно лучше, даже самого лучшего питания, о котором люди много сегодня ведут различных разговоров. Поэтому смотрите за собою, в каком состоянии ваш дух. Обратите внимание, есть у вас ли проблема с воздержанием. Или бывают в вашей жизни такие моменты, что вас уже держать надо. Господь желает что-то менять в нашей жизни. Вы знаете, что меня больше тревожит всего, как пастыря, это христианство на плотском уровне. Это такое состояние, когда внешне все нормально. Но на самом деле люди живут по плоти. А дела плоти написано что? Известны. Поэтому известно, как они живут. Я не о всех знаю и не все знаю, и может быть, это и к лучшему. Но даже то, что я знаю, я этому не удивляюсь, потому что я смотрю на состояние в общем. И если в церкви все нормально, это не значит, что дома все нормально. если я повторяю, люди живут по плоти. Плоть, она потребует свое, она даст о себе знать, когда ты этого даже не думаешь, или когда ты об этом не рассуждаешь. но Библия говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Поэтому я прошу, пожалуйста, обратите внимание на этот стих. Не отягчайте вашу жизнь. Справедливо будет сказать сегодня, что некоторые люди, вот, например, прожив какой-то отрезок жизни, и сегодня они с удовольствием, у них как настольная книга, они читают здоровье. такой журнал, хороший журнал. Но проблема в том, что мы начинаем это читать, когда мы здоровье уже как дальше потеряли. Читать надо раньше. Ценить здоровьем заблаговременно не разрушайте вашу жизнь во имя Иисуса. И вся церковь сказала, послушайте, что дальше написано, чтобы также и жены извиняюсь, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрым украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчужком, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Послушайте, уважаемые сестры, вы знаете, что многие сестры читают этот стих и думают, что это, наверное, или Старый Завет, или непонятно, как этот стих вообще здесь оказался. Но я хочу очень искренне сказать, что это Новый Завет. И там написано в приличном одеянии, как прилично святым. Дальше, со стыдливостью. Это ужасно, когда стыд потерян, когда человеку уже не стыдно, хотя он достаточно молод, это ужасно. Библия говорит, это то, что должно присутствовать в вашей жизни, а дальше уже написано, чем вы должны себя украшать. Все должно быть в меру, прилично, красиво. Ну, и в конце конца написано добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Все зависит от того, насколько человек посвящен. Послушайте, освящение невозможно без посвящения. Освящение серьезно никогда не будет, если человек не посвящен Богу. Аллилуйя. Посвящаешься всем благочестию, это значит, я живу, прожил неделю и думаю, а кому я послужил добрыми, добрым делом или делами? Это посвящение. Прожил сутки, а ничего доброго не сделал. Следующее, в чем мы должны, в чем необходимо воздержание? В удовольствиях и заботе о земном. Истина состоит в том, что много вещей, которые вы делаете, они не есть греховные по своей сути, но через эти ваши дела и занятия дьявол похищает ваше время и уклоняет вас от исполнения вашего призвания и предназначения. В Библии написано, давайте пойдем дальше, а упавшие в тернии это те, которые слушают Слово, но отходя, то есть они слушают в церкви Слово Божие, потом уходят домой и заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плоды. Наша цель этого служения, ваша цель, моя цель, чтобы иметь плод воздержания, но иногда у нас не получается, почему? Потому что у нас много забот, на воздержание нас не хватает, потому что у нас устремление к богатству или мы ищем наслаждение, удовольствие или фана. Господь, Он знает нашу жизнь, поэтому не приносят написанного плода, не приносят никакого плода, они остаются бесплодны, долгие годы посещают церковь, почему? Потому что слово, которое проповедуется, оно попадает в тернии, и эти заботы, которые окружают нас каждый день, они похищают или поглощают эту жизнь и это слово. В Библии написано, но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попеченье о плоти не превращайте в похоти. Я говорил, еще хочу повторить, плод надо вовремя кормить и вовремя уложить спать. все остальное на вашу рассудительность. Но Библия моя говорит, что в рассудительности надо что иметь? Воздержание. Воздержание от всего того, что не приносит жизни, что не приносит доброго результата и плода. Не превращайте ваши увлечения, ваши устремления, ваши занятия в похоти. Так как мы на океане, я несколько слов о рыбаках и рыбе. Трудно встретить такого человека, который отработал бы неделю, а потом в 5 или в 6 утра поднялся и начал молиться или читать Библию в субботу. Обычно времени на это не хватает, но на рыбу easy. Почему это так получается? Человек чем-то увлечен. Я не говорю, я просто не против рыбалки. Я говорю о привязанности человека. И я хочу просто подружески вам что-то важное сказать. Послушайте, многие наслышались о акулах и боятся акул. Но я вам хочу сказать, что океан намного страшнее любой акулы. Намного опаснее даже тысячи акул. Сам по себе океан. Не рискуйте вашей жизнью и запомните, что ввиду того, что вы христиане, к вам требования намного выше, чем к остальным рыбакам. А вообще одна жена мне сказала просто, что Христос не случайно спасал рыбаков, забирал их от рыбы и направлял ловить человеком. И по печенью о плоти не превращайте в похоти. Не превращайте в похоти. Заботу надо проявлять, но все не должно быть чрезмерно. Не превращайте в похоти, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Ибо воля Божия есть освящение наше, аминь, и дальше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы вы берегли себя. Я уже говорил, хочу повторить, в моем воображении эта похоть, это как мешок со змеями. Если их поставить вот здесь и сказать, они здесь, и их немало, вы вряд ли их будете бояться. Проблемы начнутся, когда кто-то попытается этот мешок развязать. Поэтому многие, послушайте, что они делают, они развязывают сначала мешок, а потом пытаются его снова завязать. Не развязывайте этот мешок. Не идите на поводу плоти. Не идите на поводу похоти. Она никогда не скажет «довольно». Но вы развязали мешок, а потом проблема на многие-многие годы. Всегда приходится решать, уйти на этот сайт или не идти, посмотреть это или не посмотреть. В конце концов, человек решает «я покаюсь». Да, ты покаешься, но в твоем подсознании что-то останется. И это будет серьезно, серьезно разрушать твою духовную жизнь. Вот почему необходимо воздержание, вот почему я туда не иду, я не двигаюсь туда, потому что я знаю, что это смерть. Последнее, от чего мы должны воздерживаться, написано «от всякого рода зла». От всякого рода зла, от всего того, что не проносит тебе пользы. Вы знаете, что дьявол, увлекая нас чем-то, выигрывает обычно время. А время в вашей жизни бесценно. И когда он обворовал у вас, у вас настроение пропало, руки опущены, а дух ваш сломлен. Вы хотя идете в собрание, но вы идете больше по инерции. Но Бог желает изменить нашу жизнь. Поэтому я сказал, освящение, оно не имеет серьезного основания без посвящения. Поэтому посвящение – это основа всякого освящения. И мое желание, чтобы сам Бог, написано так в Библии, сам Бог мира даосвятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целостности, да сохраняться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Христос грядет. И Он желает, чтобы вы в целостности сохранили себя без порока слава Иисусу. Поэтому научитесь говорить «нет». Научитесь отказывать самому себе, даже если очень хочется. Научитесь. И никогда не говорите, что я этого сделать не могу. Часто это потому, что ты не хочешь. Я вам приводил такой пример. Помните, представьте себе на фабрике мороженого. Вы любите мороженое без ума, а здесь выбор беспредельный. Вы выбрали самые лучшие, и уже принялись кушать. Но кто-то вам говорит, здесь яд. Говорит, убедительно, вы поверили. Я не думаю, что вы будете это кушать. Почему? Потому что вы поверили. Вы поверили, поэтому вы не станете это делать, если вы знаете, что это смертельная опасность для тебя. Никогда не рискуйте жизнью. Не переходите определенной грани, не переходи в определенную черту. Три греха, которые будут связывать человека в последнее время, это самолюбие. Что это за состояние? Это такое состояние, хочу вам сказать очень открыто, это такое состояние, когда мы женимся, говорим, я люблю тебя. Мы любим друг друга. А когда женились, получается, что я только сам себя люблю. И начинается напряжение, напряжение, напряжение. Никакой жертвенности, никакой готовности уступать. Каждый на своем и все. Поэтому жизнь медленно, но уверенно превращается в ад. Библия говорит, путь жизни мудрого вверх. Аллилуйя. Аллилуйя. Самолюбие, сребролюбие и сластолюбие. Вам нравится сладкая жизнь? Я хочу вам сказать, что в Америке сладостей этих предостаточно. Но иногда нам надо совершенно другая пища. Только кушаешь сладкое, ты навредишь своему здоровью. Иногда надо покушать то, что полезно, а не то, что я люблю. Иногда надо отказать себе то, что мне нравится. Ради сохранения жизни. Ради сохранения жизни. Венец от венец от ленного, а мы – не тленного. Какой мы желаем получить венец? Нетленный. А мы, мы чем-то отличаемся от них. Почему? Мы не бежим так, как они. Почему? Потому что они ради тленного, а мы же нетленного. Но если вы знакомы с жизнью хотя бы любого спортсмена, вы увидите много характеристик, которые отличительны от вашей жизни. Вы будете удивлены, как они серьезно соблюдают дисциплину. Многие спортсмены, которые оставили спорт, случается так, что они через время пытаются возвратиться, но возвратаются единицы. Только на какое-то время человек расслабился, и он к прежней жизни не может вернуться. Мои дорогие, расслабляться легко. Дьявол постоянно убеждает человека, ты уже достиг чего-то, сегодня ты был в церкви, уже расслабиться можно после церкви. И тогда дьявол усиленно атакует этого человека, потому что он в отпуске же не бывает. И трудится неутомимо, чтобы разрушать нас. Все подвижники воздерживаются от всего. А у нас сегодня уже не Библия, а мы решаем, что для меня хорошо, а что плохо. Многие места Писания мы начинаем понимать не так, как когда-то понимали. Но это всегда или иногда и в ущерб здоровью, и нашему духовному состоянию. Многие начинают спорить, а как, попить вина или не пить? Я знаю, послушайте меня, что если я не пью, я от этого не пострадаю. Я знаю это. Я знаю это. Я знаю это. И Господь говорит, ради достижения цели. Если действительно ты захвачен этой целью. Если ты бежишь не просто ради бега. Если ты ходишь в церковь не ради других. Если ты приходишь с единственной целью, чтобы ты ушел отсюда другим человеком. Ты целеустремленная личность. Во имя Иисуса Христа. И я вам это от души желаю. Вот почему мы должны воздерживаться от многих вещей. Тех вещей, которые препятствуют мне на пути. Тех вещей, которые тормозят мое движение вперед. Ничто. Ничто не должно удерживать нас. Следующее, почему мы должны, почему необходимо воздержание? Ради сохранения жизни. Здесь нет тайны в том, что все, что чрезмерно, оно разрушает нас. Аминь. Еще раз. Все, что чрезмерно, оно разрушает нас. Вот почему Бог заложил в нас определенные инстинкты, как тормоза. Когда мы можем и должны сказать себе, хватит. Я больше этого делать не буду. Да благословит вас Бог. Еще почему необходимо воздержание? Третий момент. Ради принесения плода. Чтобы иметь плод воздержания, ради этого необходимо воздерживать себя от многих и многих вещей. Почему это важно? Стих Иоанна 15 глава написано. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он что делает? Отсекает». Как вам кажется, вы еще на веточке, на лозе или уже отсечены? Вы, подумайте об этом серьезно. Послушайте, было ваше время на протяжении прошедшей недели, когда Бог посетил вас определенным искушением через детей, через мужа или жену, и вам надо было проявить воздержание. Вспоминайте что-нибудь? Это было время вашего посещения. «А вы были невоздержаны, повели себя так, что вам стыдно самого себя, и одно ваше утешение, что вас никто не слышал и не видел». Послушайте, что Бог говорит. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, в том числе и воздержание». Что Отец делает? Он отсекает. Мы можем думать, что мы на месте, но наши корни, мы оторваны от источника благодати и жизни. У нас нет жизненных сил, чтобы быть плодоносным христианином. О Господи, помоги нам. Сегодня можно встретить тысячи тех, которые желают радоваться в Боге и пред Богом, но немногие желают воздерживаться. Много тех, которые желают, чтобы все вокруг были воздержаны, а я сам что хочу, то и ворочу. А они пусть терпят меня, они пусть сносят. Я пришел, и я даю им о себе знать. Все. Поблагодарите Бога, если вас уже давно терпят и переносят. Но я хочу вам сказать, не всегда так будет. Он отсекает. А всякую приносящую плод очищает, чтобы больше приносило плода. Что же нам делать? Как нам быть? Библия призывает, то вы прилагаете к всему все старания. Практикуйте воздержание. Это моя следующая мысль. Практикуйте воздержание. Я говорю, если я научился воздерживаться в одной области, у вас будет получаться и в следующей. Что Библия говорит? Очень важный стих, центральный стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Но ничто не должно обладать мною. Это основа воздержания. Еще раз. Но ничто не должно обладать мною. Послушайте. Все вам позволительно, но не все полезно. Не занимайтесь бесполезными вещами. Много дел и вещей, которые вы делаете, они бесполезны для вас, для вашей семьи и для вашего дома. Все мне позволительно, но не все полезно. Время идет очень быстро. Жизнь достаточно коротка. Думайте всегда, как бы вы жили, если бы вы знали, что вам осталось жить одни сутки или одна неделя. Именно так стройте свою жизнь, и у вас не будет бесполезных вещей. И ничто не должно обладать вами. Обладать, если что-то вами обладает, это такое состояние или такое влияние на вас, что вы не можете не делать это. Значит, это дело или эта вещь вами обладает. Вы понимаете, что это плохо? Вы понимаете, что это не полезно? Но вы разрешили этому обладать вами. Вы продались этому. Это вошло в вашу плоть и кровь. Это стало вашей привычкой. И это обладает тобою. Похоть – это вообще повышенное желание к чему-либо. Это противоположность воздержанию. Но Бог желает изменить нашу жизнь. Почему? Потому что воздержание – это наша безопасность и наша защита. Воздержание – это гарантия твоей защиты и твоей безопасности. Почему? Потому что похоть в любой сфере – это открытая дверь для дьявола. Вы знаете, как написано? Похоть, зачавший что? Рождает грех. А сделанный грех что? Рождает смерть. То есть, если у вас отсутствует похоть, это человека невозможно склонить ко греху. Потому что похоть рождает грех. А когда у меня нету этих похотливых желаний, значит, я имею возможность побеждать во имя Иисуса Христа. Вот почему, когда вы ведете борьбу с грехом, важно убрать этот корень. Тот, что порождает грех. Мы не должны руководствоваться похотью. Это неутолимое желание чего-то. Когда я готов бросить все ради того, что я люблю. Поэтому невоздержание, послушайте, можно сказать, угождение плоти приводит к непоправимым последствиям. Вот почему я здесь, вот почему я сегодня это проповедую. И заканчивая свою проповедь, я хочу вам привести несколько примеров из Библии. Какие были последствия в жизни тех, которые в определенный момент своей жизни не проявили воздержание. Первое это Ева, вы помните. Она соблазнилась, она была искушена и в результате все человечество оказалось под влиянием греха. Грех вошел в мир. Но давайте пойдем дальше. Иса, вы помните Иса, послушайте. Он мог быть родоначальником израильского народа. Это был план. Это была величайшая миссия. Но ввиду того, что он однажды не проявил воздержания, он продал свое первородство. И он не выполнил свое предназначение. Какая ужасная потеря. Я хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, когда Исау покушал, через время ему хотелось снова кушать? Да или нет? Хотелось. К сожалению, хотелось. Почему? Потому что не насытится око зрением. Нельзя накормить себя на целый месяц. Но ввиду того, что в нем была жажда кушать, причем такое желание, о котором он сказал, а что мне до первородства, я умираю. Если бы он не покушал по хлюпке, он бы умер? Нет. То дьявол подогревает аппетиты, чтобы расстроить вас. Кажется, рисует ужасные картины, чтобы вывести вас из состояния покоя. Желание кушать. Было ли в вашей жизни, вы приходите усталые с работы, а кушать в доме нечего? Безусловно, первородство вы не продавали. Но вы проявили свое невоздержание. И пока жена готовила кушать, у вас вообще пропало желание кушать. А потом пропадает желание вообще жить. Особенно вместе. Я не говорю, что не надо готовить кушать. Нет. Но есть что-то выше. Есть что-то намного ценнее. Обратите внимание на Исава. Он желал переменить мысли отца, но он ничего сделать не смог. Мне очень жаль Исава. Однажды не воздержался. Мы говорим, ну ладно, там я однажды накричал, нагрубил. Бог милостив. Уважаемые дети Божьи. Воздержание. Вы должны дружить с воздержанием по имя Иисуса Христа. О Господи. О Господи, помоги. Помоги нам. Научи нас правильно жить. Послушайте. Здесь в американском обществе еды очень много. Но иногда, когда люди садятся кушать, такое впечатление, что здесь самые голодные люди в мире. Безусловно, чем больше пищи, чем аппетиты растут. Я говорил вам, что голодный, он думает, как покушать. А не голодный, он думает, что покушать. И эта проблема растет. Не так ли? Но слава Богу, что Бог заботится о нас. Аллилуйя! 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 Поэтому я иногда отказываю себя в пище. Кстати, у нас сейчас пост и молитва. Кто-нибудь, может быть, не знает. Месяц поста и молитвы. Я сочувствую тем, кто идет этим путем, потому что дьявол особенно искушает в эти моменты жизни. Но я вам об этом скажу чуть позже. Но держитесь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Следующий мой пример – это Самсон. Он обладал уникальным даром от Бога. Он обладал силой от Бога. Вы это знаете? Кто-нибудь знает за Самсона? Это был человек необыкновенной силы, которого призвание было в том, чтобы освобождать Израиль от филистимлян. Но однажды, поведя себя неправильно по отношению к Далиде, увлекшись этой Далидой, согрешив и нарушив волю Божью, Самсон все это потерял и не выполнил свое предназначение. Кроме этого, это разрушило его жизнь. Почему? Потому что, послушайте, похоть высасывает ваши силы, ослепляет и разрушает человека как личность. «Я хочу многое, но я не все делаю. Мне нравится много вещей, но это не значит, что оно должно быть моим». Самсон. Молодые люди восхищаются Самсоном. Они желают быть сильными, как Самсон, но не опускают голову свою и глаза свои, когда идет речь о похоти. Не разжигайте себя похотью. Берегите свою юность. Запомните, что брак должен быть честным. Сохраняйте свою честь. Будьте бдительны, потому что мы живем в последнее время. Иначе вы будете лишены не только силы, но и благословения на будущую жизнь. Многое будет при вас. Но вы будете острижены, как Самсон. Вы будете работать на других. Вы потом будете плакать. Почему моя такая участь? Почему у меня такая семья? Потому что до женитьбы ты действовал и поступал, как считал нужным. Ты действовал, как попало. Многое исходило для тебя из рук. Но не всегда так будет. Давид. Вы помните, что он был прекрасным царем. Он управлял целым государством. Но однажды посмотрел в окно. Он увидел то, что соблазнило его. Вы знаете, что, послушайте меня, дьявол никогда не будет искушать вас тем, что вас не интересует. Никогда не будет предлагать вам то, что к чему вы безразличны. Но он знает ваш любимый грех. Вы только пришли с церкви домой. Вы еще не забыли, что пастор говорил о воздержании. А дьявол пытается уже наступать на ваш больной мозоль. Говорит, а это как? Ты что, уже со мной не дружишь? Тебе что это? Разонравилось? В конце концов, разве ты это разлюбил? Больше то, я же не предлагаю тебе плохое. В конце концов, где написано, что это грех? Тысячи вопросов. Масса предложений. И человек идет на поводу у дьявола. Но, пожалуйста, у вас есть предназначение в жизни. И чтобы ее выполнить, вы должны быть воздержаны во всем. Слава Иисусу! Последний пример – это Геезий. Кто-нибудь знает, он был слугою Елисея. У него была возможность получить помазание, как получил в свое время Елисей от Ильи. Но он этого не смог достичь. Почему? Потому что был серьезно искушен, и он был, оказался, он упал, не устоял в этом искушении. Случилось так, что Бог чудесным образом через пророка Елисея исцелил Неймана от проказа. Это было чудо Божье. Но, послушайте, даже когда совершаются чудеса Божьи, дьявол и тогда не спит, чтобы искушать. Чтобы искушать. Это был тримуф, это была победа. Это была колоссальная победа. Кажется, радуйся, Израиль, радуйся, Геезия. Слава великого и вечного Бога. Но нам еще иногда что-то хочется. И мы говорим, Господи, да, Ты благословил меня духовно, но материально я тоже в чем-то нуждаюсь. И вы знаете, что он сделал? Он решил взять подарки, которые предлагал Нейман. И вы знаете, что произошло в его жизни? Кажется, что плохого? Человек давал тебе, но он знал, что это делать не стоит. Елисей от этого отказался. Неужели Елисей ни в чем не нуждался? А этот говорит, ну хотя бы немного. Вы знаете, что было потом? Проказа пришла в его жизнь. И не только в его жизнь, но в жизнь ее потомков. А это ужасно. А это ужасно. Проказа пришла в жизнь ее семьи. Он не выполнил свое предназначение. Он, кажется, никакого греха особого страшного не сделал. Он проявил невоздержание. Он был привязан. Ему захотелось. А почему бы не ебить больше? И он польстился на все это. Он был серьезно искушен. Все предлагалось даром. Не надо было никаких усилий. Чтобы этим обладать, надо много работать. А здесь как манна. Но, увы, потом он был серьезно разочарован. Поэтому мы сейчас идем к молитве. Уважаемые дети Божьи, у нас сегодня тема в рассудительности. Что? Воздержание. Я не знаю, вы дружите с воздержанием или нет. Я этого не знаю. Но я прошу вас, это плод, который вы должны принести для Царства Божьего. Через это придет благословение в ваш дом и вашу семью. Через это придет благословение в Церковь Христову. Представьте себе, какая была бы наша жизнь, если бы здесь все были воздержаны. Все вокруг нас раздражают нас, а мы как стена, как крепость. Это оазис благочестия и Божьей любви. Аллилуйя. И такой именно должна быть Церковь. Она должна быть украшена добрыми плодами. И если у вас не все получается в вашей жизни, я хочу, чтобы вы взяли пример с Иисуса Христа, потому что мы пытаемся подражать Ему. Мы желаем быть похожими на Него. Аминь. Послушайте, что говорит Библия и Христос. Вы помните, когда Он был искушаем от дьявола? Первое, что дьявол предложил Ему? Он предложил Ему следующее. Оставить пост. Потому что он длится очень долго. Ты уже устал. В конце концов, Христос, ты кушать хочешь. Прерывай это дело. Останавливай. И все. Дьявол никогда не искушает человека, когда он сытый. Например, предлагать кушать человеку, который только покушал. Нет смысла. Но человек, который просто истощен от голода. Как поступил Иса, вы помните? Помните или нет? Он сказал, что мне до первородства я кушать хочу. Я готов поругаться со всеми, чтобы было утром первое и второе, чтобы меня провожали и встречали правильно и так дальше и так дальше. А Христос, А Христос, Он устоял. Он обладал самообладанием. И поэтому Он вышел победителем в искушении. Слава Иисусу. Он подходит по хоть и очей и говорит, что вся слава, все богатства, все твое. Он немало предлагал. И Он мог все это дать. Это серьезное искушение. За один день. То, к чему ты стремился всю жизнь. Все ты будешь иметь. А Христос, Он имел призвание ко всему этому. Это Ему принадлежало по праву. Но чтобы обладать властью, авторитетом, силой, надо было пройти через Голгофу. Послушайте. А дьявол предлагает короткий путь. Покороче. По-украински на упрошке. Говорит, ты можешь сейчас. Зачем тебе потом? Как многие пытаются все благословения от Бога иметь, минуя воздержание. Но Библия говорит, не получится. Если это у вас есть и умножается, то вы растете. То вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего и Иисуса Христа. И тогда вам откроются небеса и свободный вход в вечное царство. Там мы будем на небе вместе. И там мы прославим Бога. Да благословит вас всех Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь.